добрый день дорогие друзья сегодня я расскажу вам о кровавом тумане в москве с 21 сентября по 4 октября 1 тысяча девятьсот девяносто третьего года в россии случился внутри политический конфликт произошел он вследствие конституционного кризиса развивавшегося в стране с декабря 1 тысяча девятьсот девяносто второго года результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в россии существовавший с 1 тысяча девятьсот семнадцатого года в советской модели власти сопровождавшиеся вооруженными столкновениями на улицах москвы и последующими действиями войск в те кровавые дни в москве погибли люди в 1 тысяча девятьсот девяносто четвертом году на территории пресненского детского парка рядом со зданием правительства российской федерации на месте где снаряд попал в отряд казаков державших оборону верховного совета при эльцинском расстреле белого дома был воздвигнут крест в августе 1 тысяча девятьсот девяносто шестого года по благословению старца кирилла духовного отца патриарха алексия второго рядом с крестом трудами общественного объединения троицкий православный собор была построена крестоводвиженская часовня на добровольные пожертвования православных христиан настоятелем часовни стал священник анатолий горбунов который крестил многих участников октябрьских событий одна тысяча девятьсот девяносто третьего года в часовне находится чудотворная икона богородицы порт артурская часовню посещает множество людей чтобы помянуть погибших кроме обычных богослужений здесь регулярно проводятся поминальные службы в одна тысяча девятьсот девяносто восьмом году на праздник воздвижение животворящего креста господня сын одного из прихожан увидел после службы вокруг крестоводвиженской часовни у белого дома кровавый туман так как у него с собой был фотоаппарат то он сделал фотографию после этого он дома рассказал о необычном явлении к его рассказу никто не отнесся серьезно если бы не фотография которую сделал мальчик пленку исследовали специалисты фото дело и установили кадр не засвечен один из инициаторов строительства часовни священник анатолий горбунов просто и незамысловато объяснил это видение это кровь мучеников убенных здесь в свое время в 1 тысяча девятьсот девяносто третьем году на этом на сегодня все в следующий раз я расскажу вам о пении ангелов в храме на афоне в греции вставляйте свои комментарии что вы думаете об этом чуде а также присылайте истории чудес божьих о которых вы знаете если вам не понравился рассказ или вы не верите в бога думаете что люди произошли от обезьян то ставьте дизлайк а если вы человек верующий и вам понравился рассказ ставьте лайк и подписывайтесь на канал это очень поможет продвижению канала верьте в бога и уповайте на него и бог вас никогда не оставит всем пока